Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Я вдовец двух детей. Три года назад познакомился с женщиной, у нее детей нет и не хочет. Начали общаться и через один год поздал ее к собежителю. Живем вместе уже два года. Часто начали посещать мысли о том, чтобы разорвать с ней отношения. Причин несколько. Ну, давайте мы с вами, наверное, по частям будем ваш текст рассматривать, так оно будет проще, на мой взгляд. Вот. Значит, вы говорите о том, что вы вдовец. И, естественно, я понимаю, что вам пришлось нелегко, очевидно, да, потому что, ну, пережить потери вашей жены, это одна задача не из легких. Это очевидно. Важно понимать, как вы пережили потери своей жены. Вот. Пережили ли вы вообще потери своей жены? Потому что, ну, вполне может такое быть, что не до конца. Вы это сделали не до конца. Пережили потери своей жены. Вот. И сейчас, вот, там, так скажем, травма ваша дает о себе знать. Вот. И дает о себе знать, ну, вероятно, весьма и весьма серьезно. То есть, вот, то есть, ваша, ну, такая поведенческая модель, который вы придерживаетесь сейчас, она может быть связана как раз с тем, как вы отреагировали на потери вашей жены, вот, ну, говорить о том, что отреагировали вы что-то тяжело, да, пожалуй, бессмысленно, это очевидно. Вот. Ну, на мой взгляд, нужно убедиться в том, что вот эта история с вашей женой не оказывает влияния на то, как вы ведете себя сейчас. И я должен сказать, что ваши слова о том, что... я бы, ну, подверг некоторому сомнению, потому что то, что вы можете сказать, вот, то, что вы... ну, то, что вы можете сказать об этом сейчас. Да? Да? Ну, вот. Совершенно не факт, что это есть на самом деле. То есть, ну, могут быть варианты, при которых вы как-то вот себе это держите, это копите, вот, и, ну, как-то вот это продолжает вас отравлять. Следующий момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание заключается в том, как конкретно вы выстраиваете, выстраивали, точнее, отношения с этой женщиной. То есть, грубо говоря, на каких основаниях вы это делали? Потому что, ну, лично у меня сложилось такое впечатление, что вы ее как будто бы просто пожалели. То есть, если бы вам стало не жаль, вы выбрали себе, скажем так, человека максимально безопасного, то есть, человек, который, ну, от вас зависит, да, она без вас не может, не может. Потому что она вас нуждается, вот, и вы, ну, вы это чувствуете, вы это знаете, вы это понимаете, и есть большая вероятность того, что именно в этом вы и нуждаетесь. То есть, есть большая вероятность того, что именно вы хотите, вполне вероятность, что женщина, которая не будет от вас зависеть, да, женщина, которая будет как-то, ну, более самостоятельна, скажем, скажем так, вот, вполне вероятно, что такая женщина вам не совсем пройдет. По крайней мере, ну, вот, на данный период, на текущий момент, вот. Я не знаю, я не знаю, насколько я сейчас прав, но тем не менее. Так что же вас с этой женщиной объединяет? Что вас связывает с ней? Что между вами общего? Можете ли вы ответить на этот вопрос? Если спросить вас, вот, что меня с ней связывает, да, что общего? Вы любите ее, у вас есть в ней чувства, чувства какие-то, вот. Может быть, ну, еще что-то вас связывает с ней. Вам хорошо вместе. Вы говорите о том, забегаю чуть вперед, да, вот, вы говорите о том, что она, вот, как-то, ну, не развивается. Развивалась ли она раньше, если да, то как, как это проявлялось, ну, то, что она развивалась, да, вот, если она развивалась, опять же. Почему вы решили, что она будет развиваться, да, то есть, то есть, ну, что она это указывала, что, что она будет развиваться, что она, не знаю, будет что-то делать. Вот, тогда, вот, то есть, то есть, на эти вещи также необходимо обратить внимание. Дальше. Вот вы говорите о том, что вас посещают мысли, чтобы разорваться в ней отношения. Смотрите. А ваши мысли, они, ну, в принципе, в принципе, понятны, да? То есть, у них нет ничего такого, прям, необычного. Но, вопрос немножечко здесь в другом. То, что вы хотите с ней разорвать отношения, на мой взгляд, говорит о том, что вы на нее, ну, вот, как-то, как-то злитесь с ней. Да? У вас есть на нее класс, у вас есть какое-то недовольство и так далее. Ну, то есть, в принципе, вот, вполне такая нормальная, да, история, что вот, ну, чем-то вы недовольны. Вопрос заключается в следующем, что вы производите впечатление человека достаточно сдержанного в своих эмоциях. То есть, вы производите впечатление человека, который довольно слабо говорит о своих чувствах. Вот. Довольно слабо высказывает, ну, высказывает свои эмоции, свои переживания и так далее. Вот. И на мой взгляд, на мой скромный взгляд, это является, конечно, проблемой. Вот. Это является серьезной проблемой. Вот. Вот. Потому что, вполне возможно, вполне, вполне возможно, что дело не в том, что вы хотите с ней, там, как-то растат. Да. Вот. Вот. А вполне возможно, речь идет о том, что вы просто слишком близко. Что называется, ее к себе подпустили. И слишком мало говорить идей нет. Если вообще говорить. Вот. Ну. Возможно, вы очень много берете на себя, да. И никак человеку, ну, не отказываете, да. Как человеку не демонстрируете свое, там, недовольство, не желание что-то делать для нее и так далее. А также, так же, вполне возможно, что вы и не запрашиваете ничего. То есть, вы не говорите, дорогая, я хочу, там, того-то, того-то. Дорогая, я хочу, там, так-то, так-то. Возможно, что ничего этого вы не делаете. Только желание разорвать отношения. Это не означает, что вы не хотите, на самом деле, расставаться. Но начинать нужно с малого. Вот вы пишите, она не развивается, не работает, сидит дома. Как это влияет на вас и были ли основания думать, что будет по-другому? Дома готовят видосы, остальное дело я зарабатываю, прибираю, смою, ну, что занимаюсь с детьми. А, не хотели ли вы, чтобы было по-другому опять? И какие у вас основания для того, чтобы, ну, думать, что будет по-другому? На словах все эти два года, я займусь тем, я займусь этим, в итоге ничего. Это куча правил на 10 закан. Пишите вы. Да. Значит, она говорит, займусь тем, займусь этим. В итоге ничем, ничем не занимается. А, опять же, здесь вопрос о том, что между вами общего. Если вам нужно просто, чтобы она развивалась ради того, чтобы она развивалась, ну, это путь в никуда. Еще одна куча поправилась на 10 килограмм. Ну, вот то, что она поправилась, это говорит, что она чувствует себя, конечно, небезопасно с точки зрения телесно ориентированной психологии. Каждый вечер выпивает, вроде как пытается завязаться с этим. Даже к экскурсионным алкоголикам пошла, но в итоге не завязывает. Ну, что же. Опять же, здесь важно понимать, что алкоголь – это некий страх перед вызовами, да? То есть, в некоторой степени это неумение ассимилировать полученный опыт. Поэтому в данном случае получается так, что вы с этим опытом ее не сталкиваете. Вы даете либо сразу очень мощный негативный опыт, либо не даете никакого. Но это, конечно же, это ее показа. То есть, грубо говоря, грубо говоря, сейчас вы позиционируете себя так. Мы либо расстаемся, говорите вы, либо все остается как есть. Это полюс. Это полюс. Полюс. Понимаете, это полюс. То есть, либо одно, либо другое. Либо черное, либо белое. Так не работает. Я устал, понял, что мне проще одному сидеть. И вы на вас напрягает, опять же. И как это происходит? Как вас напрягает то, что она выпивает? Как вас напрягает то, что она не развивается? Вы можете сказать, ну, это же очевидно. Да, это очевидно. Но, во-первых, вы живете так два года. Во-вторых, хочется именно субъективную, то есть, вашу собственную сторону увидеть. Пока я думаю над тем, чтобы разорваться мне отношения, что смущает ВЭП. Чувство ответственности. Типа того, мы в ответе того, кого приручили. Ну, высказывание интересно. Я думаю, если учесть, что женщина это не, ээээ, как бы домашняя дверь. Вот. Почему вы решились, что вы кого-то приручили? Дело в том, что приручение, это один из, пожалуй, ключевых моментов приручения, связано с отсутствием сознания. У того, кто приручен, точнее отсутствия высших психических функций. Вот. Таких, как воля, мышление и так далее. Вот таких существ можно приручить. Ну, совершенно очевидно, что женщина не такая. Женщина не отвечает, в данном случае, вот этим критериям. У нее есть и воля. У нее есть и мышление. Поэтому приручить ее нельзя. Интересно другое, что вы видите в этом приручении. И очень бы хотелось понять, как вы к этому приходите. Как вы приходите к тому, что женщин можно приручить. Вот. Может быть, здесь как-то, ну, вписывается ваше отношение в целом к женщине, к женщине. Может быть, здесь проявляется то, что вы, например, хотите себя обезопасить как-то еще. То есть, ну, эта история про дочь, то вот я тебя сейчас приручу, да, ты будешь, ну, грубо говоря, моей. Ты будешь от меня, грубо говоря, зависит. Вот. И я буду в безопасности, что ты меня не бросишь. Но, в любом случае, история и ваша идея о том, что женщину, ну, что женщину можно приручить, да, выглядит максимально некорректно, на мой взгляд. Вот. Потому что все-таки, опять-таки, на мой взгляд, вы здесь как будто бы сами взвалили на себя, так скажем, ответственность. Вот. И если это так, то есть, если вы, ну, действительно, сами на себя взвалили ответственность, ну, например, за этого человека, то это исключительно ваша особенность, которая, скорее всего, заключается в том, что вы боитесь, вы боитесь именно быть слабым. То есть, то есть, ну, именно в этой истории про то, что я не могу позволить себе быть, могу позволить себе, грубо говоря, ну, чего-то не хотеть, например. Например. Вот. И это, как мне кажется, является проблемой. Здесь за эту функцию отмечают механизм личных границ, то есть необходимо работать с личными границами, чтобы четко различать, где ваша ответственность, где ответственность другого человека. Хоть вы говорите, она жила в другом городе, своего жилья нет, снимала квартиру и работала, я ее к себе привез, два года она нигде не работает, получается, если я с ней буду расставаться, это так, то как бы на улицу выгонить, изначально я ее спрашивал, как будет в таком случае. Равно сказала, что это, типа, не парт, что будет у меня новый опыт в жизни. Хочется вас спросить, вот, то, что вы снимете ей квартиру и дадите денег на жизнь, это, по-вашему, недостаточно для того, чтобы, ну, как-то вот, ну, помочь. То есть, иными словами, вы здесь как-то, как бы, как бы, говорите нам о том, что, что нужно больше. Вы говорите нам о том, что вы должны больше ей, например. Позвольте узнать, почему. Позвольте узнать, почему, почему вы, ну, как-то вот, считаете, допускаете, что вы должны ей больше, да, вот, то есть на что вы, грубо говоря, в этом опираетесь. Просто хотелось бы, хотелось бы этот момент тоже понять. По-моему, по-моему, вы более чем, более чем достаточно предлагаете человеку в случае, если с ней, ну, вот, в случае, если с ней расстаетесь, скажем так. Вот. Вот. Но. Вы, вот опять, на что хочется обратить внимание, что вы, как будто бы, так не считаете. Вот. Вот. Вот что интересно. Что вы, как будто бы, считаете, в данном случае, что должны больше. И вот у меня вопрос, да откуда возникает, возникает, вот это чувство. Чувство, что вы должны больше, я имею ввиду, ну, я имею ввиду ей, да. Вот. Вот на это очень интересно было бы посмотреть с точки зрения насчет психологии. Вот. Да, конечно, вы можете совершенно спокойно сказать, ну, типа, у меня вот такие ценности, да, я вот так считаю, что вот нельзя так человек выгонять на улице и так далее. И здесь вам, на мой взгляд, предстоит ответить на вопрос о том, какие у вас приоритеты. То есть, да, человека на улице выгонять не надо, безусловно. Это нехорошо. Это правда. Но, разве вы, если честно, разве вы человека выгоняете на улице? Так. Ну, по-моему, вы, эээ, говорите, что, ну, что, что, предложите ей полностью говорить о том, что ... дадите ей средства, ну средства к существованию и так далее. Но опять же, как будет тогда, этого недостаточно, и мне очень интересно узнать, почему вы считаете, что этого недостаточно. Дальше. Наверное, на несколько раз, когда нас ждали, ревелось что не сможет до дна, потом съехала на другую съемную квартиру, и все равно ревелось что не может до дна, почему же это так? Говорит, мол, мне привозить с крыши, спрыгнуть хотя это только слова. Это манипуляция человека, который хочет закончить собой, он закончил бы с собой, но и такие люди не набирают ревелось. В общем, меня напрягали это привязанность, когда в начале приезда ко мне, я понимал, что я в свободе, никому ничем не обязан, все было проще. Сейчас меня несет то, что я несу за нее ответственность, в общем, немного фунгурно, но как могу. Да. И я бы начинал, вот это очень важный момент, я бы начинал ответственность. Именно. 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 Того, чтобы просто отдаляться от нее в рамках ваших отношений. Вот. Понимаете? Не обязательно не расставаться. Понимаете? То есть, ну вы отстранитесь от нее. Вы перестанете проводить с ней время. Да? Вы будете чаще представлять ей самой себе. Допустим, вы будете там, не знаю, сами готовы говорить о том, что все, ты меня там больше не готовишь и так далее. Не спать с ней, если у вас есть такая практика. Ну и так далее. Возможно, с новой женщиной, ну с другими женщинами, как-то вот, ну пообщаться, да, ну начать общение с другими женщинами. Вот. Чтобы она увидела, например, что вы, так скажем, достаточно серьезный настроен. И так далее. То есть, начните с этого, начните с того, что вы не хотите чего-то для нее делать. Начните с этого. А дальше? Дальше. Дальше. Ситуация вам уже, ну вот, подскажет, ситуация подскажет, и ситуация покажет, как можно эту историю разрешить. Вот. А лично я думаю, что она, эта ситуация, вот, разрешится сама. Я думаю так. Если вы, если вы, вот, ну, дадите время, дадите время, дадите, ну, скажем так, возможность раскрыться ей, ну смешно, вот, этой истории. Вот. Как мне кажется. И вам очень важно научиться вступать в контакт с собой лучше, чем вы это делаете сейчас. На этом все. Ну, я желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу.